Итак, мы делаем домашнее задание, которое нам сегодня прислали. У нас стишок про котика Филика, который всех угощал молочком. Мы сейчас выясним, хотели они пить это молоко или нет. То есть Филик. Котик Бур, Маланфики и Пазуры. Добрый есть, котик Филик, хочет, чтобы все млеки пили. Станет котик при курнике. Чи хочешь млеко, кого цико? Лежко жучек с курком черном, на снятарне езли зерно. За мука. Так, коло жлобу стоит коник. Филик ладнешний уклонен. Любишь млеко? Ни, я рано смачный овес ем и сяно. До кролика котик пошел. Пей, пей, млеко, bardzo прошу. Да. Але кролик сянул под джевком, хрупу, хрупу, грзу мархевки. Да. Ведь до кролика пошел тут котик. Чи на млеко маш охоты? Ни филику боя обшечешь, ем жилёно травке в лече. Коло фуртки кушка бяла, так же млеко ниц нехчало. Забежь собе котку ж банек. Я ем лище капустяны. И теперь мы должны ответить на несколько вопросов. Итак, первый. Как мял на имя котик? Ясь. Котика звали? Ясь. Не, котика звали Филик. 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 Филик, Филик. Чим котик ченствовал звежон? Чё он хотел, чтобы они ели? Чё пили? Карелку. Тарелку? Не. Бархевку? А чё? Чё он им давал? Карелку. Молоко. Молоко. Млеко. По-польску бэнде млеко. Да, тарелку. Так, а цо, когуцик и курка ездили на снятание? Цо, не клевали. Вы видите, какая двоечница? Она третий раз слушает стишок. И ничего не хочет повторять. Цо, не ели на снятание? Цо, цо. Они ели зярна. Так. Цо конь ядл рано? Коник. Коник, цо. Ну, все подумают, что ты не хочешь учиться. Мама, ты только что-то не кажи? Не говори, этого не. Не кажи. Ну, тогда скажи, цо, коник еду на снятание? Коник ел овес. Конец. И сянул. О сянул. Так, ну, доброе. И остальное питание. А цо грызл крюлик? Крулик. Да, крюлик грызл мальчик. То ты пьян, но то ты знаешь. Вот так мы кожный день. Кожный. Кожный. День. Вот такое у нас. Утреннее занятие. Пока. Пам, пам, пам. Пам. Пам.